Добрый вечер дорогие друзья у нас с вами сегодня продолжение наших занятий надеюсь что те кто остался все-таки выдержать этот период сложные согласия не такой простой но те кто ушел от нас это их решение это их право а мы стали здесь и будем продолжать и будем преодолевать это все-таки нелегкую но я думаю она не сильно будет трудно для вас поскольку мы со мной вместе здесь собрались а всеобщими усилиями совместные усилия мы преодолеем скажите то что мы с вами делали на прошлом занятии то что мы с вами познакомили с этой табличкой делали вы дома это пробовали ли вы прогонять по этой табличке какие-то глаголы получилось какие-то сложности возникли будет в будущее время иногда вот берешь например какой-то глагол ну например любить лав будущее время ты будешь любить а как сказать без будешь вопрос о чем о том как спросить в будущем времени а вот буду ли время немножко я уилл нет выл понятно а вот как ты будешь любить по-русски тогда ты будешь любить ты полюбишь бывают такие предложения в языке который называется альтернативный вопрос ну и другие типы вопросов также да например вопросы как называть их с хвостиками например когда вы утверждаете что-то и не имея уверенности в чем-то в этом утверждении вы переспрашиваете так то есть это или не так ли то есть вот такие вопросы они могут быть образованы с помощью обычной простой схемы you love me помните да вы держи you love me don't you не так ли давайте просто для того чтобы повторить то что мы с вами сделали на прошлом занятии у вас вот такая вот табличка есть я я вам все предлагаю вы можете у себя оставить в таком вот виде здесь я использовал глагол love естественно наш любимый глагол love который вы можете заменить на любой другой который вы хотите значит святослав давайте с вас начнем любой глагол на ваш выбор который вы изучили на прошлом уроке я думаю десятка полтора два нас таки коснулись да на прошлом уроке work а какой-нибудь другой стаде стаде хорошо как спросить она учится да сши стаде он не учится he doesn't стаде хорошо он будет учиться завтра вел хи стаде тумуру когда мы говорим утвердительные предложения мы начинаем с подлежащего he will стаде тумуру я спросил а это был вопрос да он будет учиться вопросу вы лхе стали еще раз как сказать он будет учиться завтра хивил стаде тумуру хорошо теперь вопрос она будет учиться завтра велше стаде тумуру хорошо отлично видите как вы начинаете говорить уже теперь вместо стади вместо love любви другой в вашем в этом месте будет стать для вас уже легко мне кажется спасибо так хорошо глагол глагол на ваш выбор глагол на ваш выбор глагол хорошо глагол в глагол 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 стрима хорошо я пойду в кино завтра на ажел глагол посидима тумуру хорошо он не пойдет в кино завтра He doesn't go... Завтра? Завтра, да? Завтра будущее время, у нас will мы используем. He will go... go the cinema tomorrow. To the cinema tomorrow. А теперь скажите, что он не пойдет в кино завтра. He won't go to the cinema tomorrow. Он ходил в кино вчера? Did he went... Did he go? Went? Went мы будем использовать только вот этот квадратик. Только когда будем утверждать что-то, да. А во всех остальных, смотрите, глагол не меняет свои формы. Did he go to the cinema yesterday? Хорошо. Она ходила вчера в кино. She went to the cinema yesterday. Хорошо. Зоя, пожалуйста, ваш любимый глагол на сегодняшний день. Ну, предложите мне какой-нибудь. Ну, давайте будем готовить. Я люблю глаголы, женский глагол готовить. Кук-кук? Давайте готовить apple pies. Apple – это яблоко, pies – это пирожки. Если мы это назовем apple pie... Пироги с яблоками, да, получается? Да, apple pie большие, как шарлотка наша, да? А apple pie – пирожки. Итак, мы готовим с вами apple pies. Да. Итак, как спросить, ты будешь готовить завтра apple pies? Will you cook apple pie tomorrow? Tomorrow. Завтра. Хорошо. Она не будет готовить завтра пирожки с яблоками. Ага. She will not cook apple pie tomorrow. Tomorrow. Обратите внимание, will not – won't. Да, вот это вот won't. Won't. Звучит гораздо чаще, чем will not. Хотя это, еще раз говорю, это не ошибка. Это просто разница. Да, я знаю. Разные варианты произношения. Да, да, хорошо won't. Ну, принято сокращать. Doesn't, don't, won't, didn't. Да, это будет проще. Хорошо. Она готовит пироги. She cooks apple pie. Apple pies. Сейчас. Пускай будет каждую неделю. Сейчас. Every week. А, если сейчас, то там… Ты чуть по-другому. Every week. Every week. Хорошо. Он не готовит пирожки. Ага. He doesn't, he doesn't cook apple pie. Apple pies. Хорошо. Apple pies. Так, Елена. Мне попроще. Study. Study? 190 уже был, Святослав его забрал уже. А что уже был? Да. Елена, давайте так сделаем. Do the sport. Заниматься спортом. Нет, нет, попроще. Ну, это самый простой глагол. Do, do, делать. Это самый простой. Давайте, давайте курить. Смог. Один. Один глагол. Это с вашей-то должностью. Ничего страшного. Курить. Глагол. Хорошо. А я не буду курить. Хорошо, давайте так. Она не курит. He doesn't smoke. Она. She doesn't smoke. Хорошо. Он курит. He smokes. Smokes. Хорошо. Я не курю. I don't smoke. I don't smoke. Хорошо. Мы не курим тоже. Мы все не курим, правильно? We don't smoke. Хорошо. Хорошо. Она курит. She smokes. Smokes. Ты куришь? Вопрос. Does you smoke? Do. Местоимение you мы используем do. Смогать на голову do впереди. Do you smoke? Do you smoke? Помните, do you speak English? Do you speak English? Do you smoke? То же самое. Как спросить? Она курит? Does she smoke? Мы курим? Вопрос. Does we smoke? Do. Do. Множенное пчелло. Мы курим? Do we smoke? Меняйте. Do, does. Хорошо. Они курят? Do they smoke? Хорошо. Здесь видите, здесь элементарно. Просто поставляете все вместо лагола love. Do they smoke? Хорошо. Как спросить? Она будет курить завтра? Will she smoke tomorrow? Хорошо. Она не курила вчера? She didn't smoke yesterday. Yesterday. Отлично. То есть, tomorrow yesterday, чтобы не путать, да? Понятно, да. Tomorrow, завтра will. Yesterday – это did. Итак, она не курила вчера. She didn't smoke yesterday. Хорошо. А он курил вчера? Это правильный глагол? He smoked. He smoked. Smoked. Yesterday. Хорошо. Как спросить? Он курил вчера? He didn't smoke yesterday. Это вы сказали, что он не курил. Давайте спросим. Он курил? Did he smoke yesterday? Хорошо. Хорошо. Определяйте для начала квадрат. В каком квадрате звучит фраза? Вот прямо вот так вот. Я знаете, в прошлом году с детьми работал в лагере Орленок. Мы делали так. Мы квадраты нумеровали. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Какой квадрат? Восьмой. Окей, говори. Третий. Окей, говори. Второй. Окей, говори. То есть мы прямо по нумерации. Ну, может быть, вам поможет это. Любые способы. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Руслан, ваш на сегодняшний день любимый глагол? Синь. 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 Все любят. Синь. Петь, да? Синь. 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 Хороший глагол выбрали. Синь. Непростой глагол. Хорошо. Давайте, Руслан. Она поет? Вопрос. Синь. Мы делаем вопрос, когда задаем вопрос. Мы делаем либо ду, либо даст. Поскольку речь вот о ней шит, это даст, да? Еще раз. ДАС ЩИ Синь. Хорошо. А он поет? Вопрос. ДАС ХИ Синь. Они поют? Вопрос. ДУ ВИ СИНь. ДУ ВИ СИНь. Они, это ВИЙ. ДУ ВИЙ. ДУ ВИЙ. ДУ ВИЙ СИНь. ДУ ВИЙ СИНь. Синь. Я не пою. Ай ДОНТ СИНь. Она тоже не поет. ШИ ДАЗНТ СИНь. А он поет? tomorrow. Хорошо. В слове tomorrow очень удобно произносить первые два звука. Это русская такая, раскатистая. Tomorrow. Очень мягкий звук. Очень хорошо. Итак, она будет петь завтра еще раз? Will she sing tomorrow. Хорошо, отлично. Она не будет петь завтра. She will sing tomorrow. Отрицательное предложение, Руслан. Она не будет... She won't sing tomorrow. Спасибо. Хорошо получилось. Очень хорошо. Какой глагол вам нравится сегодня? Read. Read. Читать. Read. Хорошо. Как спросить, ты читаешь? Давайте будем читать что-нибудь. A book. Хорошо. Ты читаешь книгу? Do you read a book? Я не читаю книгу. I don't read a book. Она читает книгу. She reads a book. Она не читала книгу вчера. She didn't read a book yesterday. Хорошо. Глагол read неправильный. Помните, да? В прошедшем времени он читается как read. Скажите, он читал книгу вчера. She read a book yesterday. Хорошо. То есть, обратите внимание, я еще раз подчеркиваю. Правильный или неправильный глагол мы вспоминаем только в том случае, когда говорим про утвердительное в прошедшем времени все. Больше нам и где эта информация не нужна. Во всех остальных восьми квадратах мы об этом не говорим, не вспоминаем. Ничего не надо. Буквочку S только удовлетворяем. В настоящее время не все. Единственная разница в глаголах, в форме глагола не все. Итак, как спросить. Ты будешь читать завтра? Will you read tomorrow? Tomorrow. Хорошо. Я не буду читать завтра. I won't read a book tomorrow. Я читал вчера. I read a book yesterday. Хорошо. Очень хорошо, Светлана. Просто perfect. Спасибо. Валентина, пожалуйста, ваш любимый глагол на сегодняшний день. Do. Вы очень сильный глагол выбрали. Один из сильнейших глаголов английского языка. Их три. Be, do и have. Вот do один из них. Давайте попробуем. Do. Что можно, чем можно заниматься? Do homework. Do the homework. Или housework. Вы какую работу имеете в виду? Housework – это когда вы берете из людей швабру и начинаете выбираться по дому. А homework – это что я вам задал. Так, надо вот это почитать, надо вот это выучить. Homework. Do, тогда my homework. Хорошо. Я не делала домашнюю работу вчера. I didn't do my homework yesterday. А глагол-то вы забыли сказать? Я не делала. I didn't do my homework yesterday. Хорошо. Я сделала ее завтра. I will do my homework tomorrow. Хорошо. Она не будет делать мою домашнюю работу завтра. She will do my homework tomorrow. Отлично. Отлично. Я делаю свою домашнюю работу каждый вечер. I do my homework. Каждый – это every? Every day. Every day. Хорошо. Каждый – это every day. Каждый вечер – это every evening. Хорошо. Он делает мою домашнюю работу каждый вечер. Он делает мою домашнюю работу каждый вечер. Каждый вечер – это every evening. Хорошо. Она не делает мою домашнюю работу. She doesn't – это и глагол «do». Спасибо, Валентина. Обратите внимание, здесь был очень интересный момент сейчас. Сейчас мы столкнулись с тем, что глагол «do» играл две роли здесь. Одну роль основную, как есть глагол «love» в красном выделенном. Вторую роль – как вспомогательный глагол для образования отрицательных предложений, прошедшего времени и так далее. То есть сам себя встречает в глагол. Видите? Надо четко понимать, что здесь это «doesнт do» или «didнт do» – одна из них у него роль – вспомогательного глагола, а вторая роль – основная, основного глагола. То есть это не ошибка, если сказать «doesнт do». Понимаете, да? Мы еще столкнемся с этой ситуацией, будете перейдем. Спасибо. Ирина, пожалуйста, ваш любимый глагол на сегодняшний день? Swim. Хорошо. Это глагол неправильный, прошедшего времени он будет «swim». «Свэм». Итак, я плавала вчера. I swam yesterday. Хорошо. Я не плавала сегодня. I didn't swim yesterday. Можно считать, что сегодняшний день уже закончился, поэтому можно прошедшую время поставить. Я не плавала сегодня? I didn't swim today. Хорошо. Как сказать «он не плавал вчера»? He didn't swim yesterday. Хорошо. Он будет плавать завтра. He will… Будет плавать, да? He will swim tomorrow. 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 На втором слоге дарения. Tomorrow. Мо. Вот это «мо» ударное. Tomorrow. Хорошо. Хорошо. Я плаваю каждую неделю. Every week. I swim every week. Она плавает каждую неделю. Swims every week. Хорошо. Он не плавает каждую неделю. He doesn't swim every week. И последний вопрос. Ты будешь плавать завтра? Как спросить? Do… Will you swim tomorrow? Tomorrow. Will you swim tomorrow? Хорошо. Спасибо. Ирина, пожалуйста. Какой ваш любимый лоулс сегодня? Jump. Jump. Попрыгаем. Хорошо. Так. Она прыгает. He jumps. Она прыгает. She jumps. Я прыгаю. I jump. Он не прыгает. He doesn't jump. Jump. Хорошо. Он не прыгал вчера? He didn't jump. Он прыгал… Она прыгала вчера, скажем так. She… Это правильный глагол. She jumped. 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 Здесь, получается, опять буква «иди» дописываем. И «jumped». She jumped yesterday. Хорошо. Как спросить? Ты прыгаешь? You… Did you jump? Do you jump? Поскольку мы это делаем сейчас, да, в настоящее время? Do you jump? Хорошо. Как спросить? Она прыгает? Does she jump? Мы прыгаем. Do we jump? Do we jump? Это we. Do we jump? Хорошо. Ты будешь прыгать завтра? Вопрос. You will jump? Вопрос. Will you jump? Я не буду прыгать завтра. I… I will jump tomorrow. Не буду. Отрицательное предложение. I won't. I won't. I won't. Jump tomorrow. Tomorrow. Хорошо. Ничего-ничего нормального. Привыкайте вот к этим фразам, к этим вот конструкциям, да. Еще раз, это меня гуру наш великий Дмитрий Петров научил, и я вас пытаюсь научить. Чем чаще вы повторяете, чем чаще вы вот по этим квадратикам прогоняете все глаголы, которые вы знаете, тем быстрее у вас возникнет автоматизм. Чтобы вы не думали, какое время, какое там отрицательное приложение и так далее поставить. Ну что, пойдем дальше. Сейчас мы с вами сделаем небольшую, ну, очень маленькую табличку. Мы вспомним местоимения, которые мы уже знаем, те семь местоимений, с которыми мы уже работали сегодня. Итак, это называется местоимения прямые или subject местоимения. Лично еще их называют местоимения. Те же самые I, U. Там же HI дальше идет, правильно, да, я уточняю еще раз. После I. Не SHI сначала, а HI, правильно говоря? Да, да. ШИ. Оражаю. ИТ. УИ. ВЕЙ. А Ю, ХИ, ШИ, ИТ. УИ, ВЕЙ. Вот очень интересно, что, когда мы говорим про эти прямые местоимения, они как бы не вызывают вопросов. Единственное, что напомнить, наизусть их надо помнить. Светлана Фабонтих, наизусть? Все. Вот так вот, не глядя. А Ю, ХИ, ШИ, ВИ, ВЕЙ, ИТ. Можно я вам усложню задачу? Можно? А НИ как будет? А НИ, ВЕЙ. ОН. ХИ. Я. АЙ. Хорошо, спасибо. Руслан, ОНА. ЩИ. ЭТО. ИТ. МЫ. ВИ. ОНИ. ЗАЙ. ВЫ. Ю. То есть, эти местоимения, спасибо, эти местоимения отвечают на вопрос, кто или что. В случае с ИТ, это будет что. Так вот, есть местоимения, в русском языке они отличаются от английского. Когда мы говорим кому или кого, это дополнительный ряд местоимений, которые надо тоже выучить. Они согласовываются с этим очень легко. То есть, если мы говорим я, кто, то кому, мне по-английски будет ми. Но интересно, что в русском языке у этого слова будет два перевода. Кому мне и кого меня. То есть, это местоимение отвечает на два вопроса в русском языке. Поэтому, либо для себя записывайте сразу два перевода, либо проще сделать сверху поставить два вопроса и целый ряд будет отвечать на эти два вопроса. Давайте сделаем так. Сверху поставьте кому вопрос, кого вопрос. Ну, соответственно, если будет неодушленный предмет, чему, чего. Итак, мне и меня, перевод. От местаимения Ю. Как сказать тебе? Ю тоже. Тоже Ю. То есть, я увидел тебя. Глагол Си. Видеть. Прошедший им у него СО. Видел. Я вижу тебя. Как сказать, Зоя? Ай, вижу. Си. Ай, Си, Ю. Вот связка. Посмотрите. Ай, Си, Ю. Как вы скажете, ты видишь меня? Ай, Ю, Си, Ми. Еще один маленький нюанс. Одна особенность, которая вам поможет в языке. Вот эти местоимения. Ай, Ю, Хи, Шит и так далее. Они стоят в начале предложения. Они начинают предложение. Они отвечают за выполнение действия. А вот эти местоимения, как правило, стоят дальше. На втором, на третьем и так далее месте. То есть, они на кого направлены действия? Я вижу тебя. То есть, это будет Ай, Си, Ю. Получается, что здесь Ю, вот это местоимение Ю, на третьем месте стоит. Итак, от местоимения Хи, его вижу. Хим. Ее, Хо. Как Хим? Да. Хим. Ее, Хо. Ит, тоже переписываем, оно без изменений не остается. Уи, местоимение Мы. А нас по-английски это Аз. Аз. И их. Them. I, Me. You. Сохраняет написание Ю, но у него значение другое. Хи, Хим. Ши, Хо. Ит, Ит. Сохраняется. Уи, Аз. Дэй, Дэм. Их. То есть, вопрос, кому? Или, кого я видел в магазине вчера? Их я видел в магазине вчера. Them. Их вчера видел в магазине я. И так далее. Мы меняем слова в приложении совершенно легко. И для русского языка это не страшно. Для английского языка есть жесткий порядок. То есть, это на первом месте всегда будет стоять. А это будет стоять, на кого направлено здесь? На третьем месте, после глагола. И так, я видел его. Глагол Си, прошедшее время это СО читается, да? Станислав, давайте попробуем. Я видел его. I, I see. Видел вчера, прошедшее время. I saw. I saw. Его. Here. Хим. Хим. Он видел ее. He, saw. He, saw. Her. He, saw, her. Как чувствуешь, да? He, saw, her. Это просто СО, долгий звук. О. He, saw, her. И так, как сказать, она видела его. Пожалуйста, Марина. Марина. She saw. Кого? Его. She saw her. Him. Хим. Хорошо. Они видели меня, Марина. They saw me. Хорошо. Хорошо. Вы видели его. Не мы, а вы. You. You saw. Его. Him. You saw him. Хорошо. Спасибо. Зоя, пожалуйста. Значит, с вами давайте сделаем так. Я вам усложню задачу. Можно? Давайте. Вот, как вы скажете, я не видела его вчера. I didn't see him. Он видел меня вчера. He saw me. Ну, если ты можешь добавлять. Они не видели ее вчера. They didn't see her yesterday. Хорошо. Они видели его вчера. They saw her yesterday. Хорошо. Он видел нас. He saw кого? Меня видел. He saw me. Me. Yesterday. Хорошо. Спасибо. Так. Елена, вы готовы? Так. Я видела его вчера. Как вы скажете? I saw him. Он видел меня. He saw me. Она не видела меня. She does... Не видела вчера. Didn't. She didn't saw... Меня? Угу. Didn't и глагол оставляем в простой форме. То есть see. She didn't see me. Получается так, да? Yesterday, да. Так, хорошо. Они видели нас. They saw us. Хорошо. Он не видел их. He didn't see... Их. Us. Them. Them. He didn't see them. Хорошо. Спасибо. Так. Руслан. Давайте так. Он видел тебя. He saw you. He saw you. Хорошо. У слова so, кстати, это еще и мужской перевод есть. Слово so еще как пила переводится. Женщина не обязательно запоминает, но мужчина понадобит она. Пила. So. Так, как сказать? Мы видели вас. We saw... Вас. You. А вы не видели нас вчера? You didn't ask yesterday. Глагол только. You didn't see us yesterday. You didn't see us yesterday. Светлана, пожалуйста, как вы скажете фразу он видит ее? He, see, see, hear. Только у местоимения he в настоящее время у глаголов мы добавляем букву S в конце. Помните? He, see, see, hear. Она видит его. She, see, hear. Him. Him, его. Он не видит нас. He, see, see, see. Почему он не видит сейчас? Это вчера было. Он не видел нас вчера. А как сказать, он не видит нас сейчас? Сейчас. He doesn't see us. Нас. Хорошо, спасибо. Так, Валентина, пожалуйста, я вижу вас. I see you. Вопрос. Вы видите меня? Do you see me? Она видит его? Does she see him? Она не видит его? She, третье лицо. She doesn't. She doesn't see him. Хорошо. Она видела его вчера. She, so, him, yesterday. То есть, если вспомнить, что со еще является и существительным пила, а в русском языке, в английском языке глаголы часто переходят в существительный и наоборот. То есть, фраза she, so, him, yesterday можно перевести по-разному. Правда? Ирина, пожалуйста. Она видит его? She, see, him. Буква S. She sees him. То есть, это настоящее время, поэтому буква S. She sees him. Он не видит ее? He doesn't see her. He doesn't see her. Хорошо, наверное. Дальше. Он видел ее вчера. He, see, her, yesterday. Прошедшее время. Он видел ее вчера. He saw her yesterday. Хорошо. He saw her yesterday. Она не видела его вчера. She doesn't. Вчера, прошедшее время. Didn't. Didn't. See, him, yesterday. Хорошо, еще раз. Он не видел ее вчера. He doesn't see her yesterday. Прошедшее время. Didn't see. Мы не видели тебя вчера. We didn't see her yesterday. Ты не видел нас вчера. Didn't see us yesterday. Ирина, пожалуйста. С вами несколько слов таких. Я вижу вас. I see you. Он видит меня. Он видит меня. He, see, me. Буквы с не забывайте. He sees me. Он видел ее вчера. Он видел ее вчера. He didn't see yesterday. Это вы сказали, что он не видел ее. А если видел? Он ее не видел. Он не видел ее. He, see. Прошедшее время. Saw. Saw. He saw her yesterday. He saw her yesterday. He saw her yesterday. Ну, несложно. Если вот этот глагол си использовать. Кстати, глагол си очень интересный глагол сам по себе. Это первый его перевод. Это видеть, конечно. Вот. Но у него еще есть такой разговорный вариант. Понимать. То есть, когда человеку что-то объясняет, и он это глазами видеть не может, но он это понимает, о чем речь, он говорит, я аси. Аси. То есть, я понимаю, о чем вы говорите. Аси? Думаю, почему-то они кивают и си говорят. Си говорят только потому, что он понимает. Understand – это тоже слово такое. Во-первых, оно длинное. А во-вторых, оно такое очень школьное. Очень школьное слово. В речи в основном используется аси. Кстати, вы, наверное, смотрели фильм «Аватар». Известный фильм такой «Аватар». У них там признание в любви так звучит. Когда она касается его лица и говорит «I see you». Я вижу тебя, но у этого слова есть перевод второй. Я понимаю тебя. То есть, посмотрите, как красиво подана вот эта фраза, да? Когда отношения завязываются между людьми. I see you. Не просто я тебя вижу, я еще и понимаю тебя. Ну, давайте добавим в наш арсенал несколько глаголов, которые вам нужны будут. Используя с этими местоимениями. Ну, глагол «Си» вы уже сейчас запомнили. Самый популярный глагол еще в этом случае – глагол «но». Обратите внимание, буква «К» перед «Н» не читается. «Но». Читается «но». «Но» переводится «знать». У него прошедшее время этого глагола – это неправильный глагол. «Нью». Звучит так же, как «новый». Прилагательное «новый». И слово «нию» – прошедшее время глагола «знать». «Нью». Ну, очень популярный глагол «remember». Помните, да, его? Кто помнит этот глагол? Как он переводится? «Remember». «Remember» сейчас скажу. Помните ли вы этот глагол? Повторите. «Remember» – это «помнить». Это «помнить». Это «помнить». Помните ли глагол этот? Помните его, да? «Remember» – это «помнить его надо». Это глагол правильный. «Remembered». То есть у него будет окончание «я допишу» с окончанием «иди». Да, глагол. Это правильный глагол. То есть «я помню его». Станислав, как вы скажете? «Он не помнит меня». «Он не помнит меня». «Досн't remember me». Хорошо. «Я знаю ее». I know her, I know her. Она знает меня. She knows me. Не забывайте про букву S, когда мы говорим про третье лицо. She knows me. Хорошо, она видит меня, скажите, Марина. Она видит меня. She sees me. Она знает меня. I know she knows me. В этом слове K передано не читается. Вообще в английском языке это сочетание пишут K, но не читают ее. She knows. Она помнит меня. She remembers me. Еще раз. Она видит меня. Она знает меня. Она помнит меня. She remembers me. Хорошо. Хорошо. Зоя, я не знаю его. I don't know him. Глагол знать. I don't know him. Он знает меня. He knows me. Буква S. He knows me. Хорошо. Он помнит меня. He remembers me. Вспомните ситуацию. Представьте себе, что вы встречались со старыми своими одноклассниками, в школе учились. Но вот видите лицо, а вот не помню. Бывает такое. Согласитесь. Ну я тоже 25 лет, как школу закончил, тоже начинаю вспоминать. Ну вот лицо знакомое. А кто такой? Как зовут? Не помню его и все. Как вы скажете в такой ситуации? Я не помню тебя. I don't you. I don't remember you. То есть, я тебя знаю, но я тебя не помню. Как вы скажете? I know you, but I don't remember you. Хорошо, хорошо. Фраза уже получается. I know you, but I don't remember you. Скажи мне свое имя в конце концов. Елена, та же ситуация. Одноклассники вокруг вас. Вы говорите, я тебя не знаю. Я не знаю тебя. I don't know you. Зачем буква S? Не нужна. I don't know you. I don't know you. I don't know you. Ты знаешь меня. You know me. Me. Я не помню тебя. I don't remember you. I don't remember you. Хорошо. Как сказать? Я не помню его. I don't remember him. Хорошо. Спасибо. Потренируйтесь еще пока. Руслан, пожалуйста. Он не помнит меня? He doesn't know, а нет, remember me. He doesn't remember me. В слове no, k не произносите. k не звучит здесь. Знаешь, как о слов в английском языке, в которые не звучит. Ну, например, глагол no. Теперь вот это слово. Посмотрите. Knife. Ножик. Knife. Или звучит как ночь, например, да, слово. Рыцарь. Knight. То есть в этих словах мы буквы k не читаем. Да так захотели они. Знаете, так исторически сложилось. Буква k нужна. Потому что если вы k не напишите, получается night. Ночь получится, понимаете? А с буквой k это рыцарь. А звучит абсолютно одинаково. Светлана, как вы скажете? Он знал меня. He remembered. Глагол знать это know. He knew me. He knew me. Я знала его. I knew him. Я не помню его. I don't remember him. Хорошо. 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 Валентина, пожалуйста. Я не знаю его. I don't know him. Он не знает меня. He doesn't know me. Хорошо. Спасибо. Ирина, пожалуйста. Я не помню его. I don't remember him. Он не помнит меня. He doesn't remember me. He. Хорошо. И последнее. Он знает ее. He knows him. Ее. Хорошо. Спасибо. Ирина, пожалуйста. Последние два слова. Значит. Она знала его. She knows you. He knew. В прошедшее время. Она знала. She knew. He knew him. Хорошо. Он не знал ее. He doesn't knew. В прошедшее время отрицательное приложение. Какой это квадратик у нас будет? Девятый. Девятый. Так. Он не знал ее. He. He. No. Didn't. Didn't. No. Her. Хорошо. Он не помнил ее. В прошедшее время. He. В прошедшее время отрицательное приложение. He didn't. He didn't remember her. Он не видел ее. Он не видел ее. He. He. Didn't. See. 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 Прошедшее время. Когда мы говорим в прошедшее время, мы глагол оставляем в простой форме. Там только didn't показывает, что это прошедшее время и все. А глагол не трогаем. Какой есть, такой есть. Про неправильную форму вспоминаем только, лишь когда говорим утвердительное предложение. Так. Ну что. Мы с вами будем двигаться вперед. Хорошо. Не будем стоять на месте. Связка с этими словами теперь увеличит ваш товарный запас. Ну, думаю, 50-70 вариантов фраз вы можете тут же сходу сделать. Примерно так. Легко. Легко. О- Примерно так. Все на моем теле. О- Б-